Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, кто меня сейчас услышит и видит на экранах своих персональных компьютеров, можете представить вам наш доклад, нашу презентацию. Так, вот она, в углу, вот так вот, ниже, 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 ниже. Вот, ниже, еще ниже. Третий доклад. Еще ниже, да-да-да, пожалуйста. – Работа посвящена лучевой диагностике метастатического поражения скелета у больных ракомолочной железы. Для начала основные вопросы, которые мы будем рассматривать в презентации. Первое, конечно, это общие данные, это частота поражения, патофизиология, немножко коснемся осложнения метастатического поражения скелета. Детально поговорим о методах лучевой и радионуклиной диагностики. Ну и, конечно же, затронем вопрос об оценке эффективности химиотерапии при метастатическом поражении скелета. Ну, рак молочной железы, надо сказать, что относится к той группе опухоли, которая наиболее часто метастазирует скелет. Но если говорить предметно, то порядка у 4-8% больных раком молочной железы на момент постановки диагноза диагностируется поражение скелета. И если брать распространенные формы Т3, Т4 на 1, то некоторые авторы даже дают более чем у половины больных имеется метастатическое поражение. Видите, что в последние десятилетия отмечено увеличение частоты поражения скелета. Это связано отчасти с тем, что пациенты стали жить дольше, отчасти это связано с совершенствованием методов диагностики. Ну и надо помнить, что пациенты с поражением скелета имеют высокий риск дальнейшего прогрессирования. Вот эта работа датская, последняя за 2016 год. Видите, что 5-летняя выживаемость больных раком молочной железы с метастатическим поражением скелета составляет порядка 31%, что значительно лучше, конечно, чем у тех пациентов, у которых имеется метастатическое поражение головного мозга. Какие же осложнения поражения скелета? Ну первое, это, конечно, панцитопения вследствие тотального поражения костного мозга. И обязательно надо упомянуть патологические переломы позвонков со давлением спинного мозга. И, конечно, гиперкальциемия. Ну вот, сразу покажу несколько осложнений. Видите, это пациентка с карциномой молочной железы. Она у нас получала лечение в институте. В клиническом анализе крови анемия, гемоглобин низкий, тромбоцитопения, при остеосинтеграфии диффузная гиперфиксация в аксиальных отделах скелета, практически гиперскан, и этой пациентке был выполнен трепанбиопсия костного мозга, где было диагностировано метастатическое поражение и гипоклеточный костный мозг. Ну и по данным компьютерной томографии тоже массивная сливающаяся деструкция практически, видите, во всех позвонках, ребрах, костях таза. Еще одно осложнение метастатического поражения скелета – патологические переломы, в данном случае второго грудного позвонка, к сожалению, с мягкотканным компонентом, с компрессией спинного мозга. Когда мы говорим о высоком риске патологических переломов, прелитических метастазов у больных раком молочной железы. Вот здесь представлены таблицы. Видите, что если это грудной отдел, то поражение тела позвонка более 50%, то уже пациенты с высоким риском патологического перелома. Если это поясничный отдел, то здесь цифры ниже. Если процесс переходит на задние элементы или на реберный позвоночник сустава, то, видите, даже до 25-20% поражения у этих пациентов уже имеется риск патологического перелома. Об этом надо помнить. Какие же основные факторы риска поражения скелета у больных? Ну, конечно, это наличие поражения региональных лимфатических узлов. Часть авторов говорит, что больше 4 лимфатических узлов должно быть поражено. Это, конечно, положительные рецепторы эстрогена и прогестерона и низкая степень дифференцировки опухолевых клеток. Несколько слов буквально о патофизиологии. Значит, пути метастазирования при раке молочной железы в скелет – это гематогенный, включая сплетение венозной Батсона и лимфогематогенный. Ну, вы видите, что сначала опухолевые клетки должны пенетрировать базальную мембрану, дальше фаза интровазации, они должны выжить в кровеносном русле, потом наступает фаза экстравазации и пролиферации в костном мозге, а уже потом разрушение самого костного вещества. Ну, вот здесь представлены факторы, способствующие развитию метастазов в кости. Это активное кровоснабжение костного мозга, это, конечно, повышенная адгезия опухолевых клеток с ромальным элементом, ну и наличие множества факторов роста. Это вот так называемый остеолитический каскад, опухолевая клетка, она индуцирует активность остеокластов, и они вызывают лизис кости, возникает литический очаг деструкции. Компенсаторно увеличивается остеобластический процесс, и увеличивается активность остеобластов. Если говорить о локализации метастазов в скелете, то чаще всего, конечно, это аксиальный скелет, видите, 80%, и эти данные коррелируют с распределением костного мозга у взрослого пациента. Если говорить о длинных трубчатых костях, то чаще всего это, опять же, те отделы, где много костного мозга, это преимущественно губчатое вещество эпифизов или методиафизов. Какая классификация метастазов? По распространенности солитарные множественные и отдельно еще диффузные поражения, по рентгенологической картине литические, большинство метастазов склеротические или смешанные. Но то, что они литические, это известно уже давно, в том числе наши коллеги, которые работали в этом институте, Демаркский и Черномордикова, видите, еще в 1971 году сказали о том, что большинство метастазов при раке молочной лизы имеют литический характер. Ну вот вы видите, здесь литическая деструкция, а здесь остеобластическая. Хотел показать еще одно наблюдение. Значит, пациентка 60 лет, жалобы на боли в грудном отделе позвоночника, по КТ очаги деструкции в грудном позвонке, по МРТ тоже. В общем-то, заключение метастазическое поражение. Этот случай иллюстрирует то, что изначально поражается все-таки костный мозг, а потом уже вторично поражается костная ткань. Видите, это макропрепарат, сделанный у нас в нашей морфологической лаборатории. Вы видите, обратите внимание, имеется мономорфная такая клеточная масса. При большом увеличении вот это вот нормальный костный мозг, а вот это вот пораженный. Ну и дальше, многие стихи химические исследования подтвердило, что это метастаз инвазивного рака молочной железы и видеть ядерное окрашивание эстрогеновых рецепторов положительно. Какие же методы лучевых радионуклиных исследований в диагностике поражения скелета? Ну, первое, это анатомические, которые перед вами, это рентгенография классическая, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография с диффузией. Это функциональные, остеосинтеграфия, аффект с меченными фосфатами и позиторонно-эмиссионной томографии и гибридные. Ну, сегодня мы будем говорить об основных. Это, конечно, рентгенография, остеосинтеграфия, те методы, которые широко используются, аффект КТ, то, что у нас есть в институте, магнитно-резонансная томография и ПЭТ-КТ с меченой глюкозой. Что касается рентгенографии или компьютерной томографии, признаки поражения скелета, мы уже говорили о чеке гелитической деструкции или склеротической, или смешанной. Это нечеткие контуры, разрушение губчатого вещества, выход дальше в процесс, переход на картикальный слой и выход в мягкие ткани. Если говорить о остеосинтеграфии и позиторонно-эмиссионной томографии, то это, как правило, очаги патологической гиперфиксации. Какие же преимущества рентгенографии? Это высокая специфичность метода. Метод доступный, достаточно быстро выполняется, и низкая стоимость. Недостатком является низкая чувствительность в диагностике миостатического поражения скелета. Ну, вот этот метаанализ большого числа публикаций. Видите, что чувствительность порядка 72%, а с другой стороны, очень высокая специфичность у компьютерной томографии. Например, пациентка с карциномом молочной железы по компьютерной томографии нормальная абсолютно картина кости таза. Пуполняем синтеграфию, видим очаги патологической гиперфиксации в поясничном отделе позвоночника, в костях таза. Ну, и потом подтверждается это на примагнитно-резонансной томографии, что имеется метастатическое поражение скелета. Еще одно наблюдение. Тоже пациентка с карциномом молочной железы. Абсолютная норма при компьютерной томографии. Выполняем магнитно-резонансное исследование и видим очаги патологической инфитрации костного мозга или метастаза. Теперь поговорим об остеосцинтеграфии с меченными фосфатами. Значит, преимущество, это, конечно, режим все тела. Это высокая чувствительность при остеобластических и смешанных метастазах, низкая стоимость и доступность. К ограничению метода следует отнести низкую специфичность и низкую чувствительность при мелких клетических очагах в силу того, что при планальном исследовании метод имеет низкую разрешающую способность. Ну, вот, опять же, эта же работа. Видите, что специфичность катастрофически порядка 79%. Невысокая. Почему так происходит? Дело в том, что накопление меченных фосфатов технециям в костях отражает остеобластическую реакцию. И видите, что причины гиперфиксации могут быть разнообразны. Это не только метастазы, это и дегенеративные изменения, и переломы, и доброкачественные опухоли, ну, и так далее. Ну, например, пациентка с корсономом молочной железы отча гиперфиксации нижней трети бедренной кости. Сложно сказать, но есть подозрение, что это медостатическое выражение по данным остеоцентеграфии. В плане компьютерную томографию доброкачественная осифицирующая эндхондром и доброкачественная опухоль. Еще одно наблюдение. Центеграфические, опять же, пациентки с корсономом молочной железы отча гиперфиксации в костях таза. Подозрение на метастатическое поражение. Выполняем компьютерную томографию и видим, что они обусловлены переломами просто костей таза. Не могу не сказать обаффект КТ. Этот прибор стоит у нас на отделении. Значит, это гибридный прибор, который сочетает в себя двухдетекторную гамма-камеру и 16-срезовый компьютерный томограф. Какие особенности технологии? Это, во-первых, трехмерное изображение, высокое качество получаемых данных и точная атомическая локализация, которая очень важна для диагностики. Ну и, конечно, совместная оценка и рентгенологических изменений, и функциональных. Ну, например, веберно-позвоночное сочленение. Здесь указаны места, где чаще всего локализуются артрозы. Сустав головки ребра, сустав бугорка ребра. А здесь места, где чаще всего мы видим локализацию метастатического поражения. Тело и корень дуги, поперечный отросток, ну, чуть реже шейка, бедра и тело. Например, вот видите отчаги гиперфиксации прямо непосредственно в суставе между бугорком ребра и поперечным отростком это артроз. У другой пациентки тоже с корсеном молочной железы уже гиперфиксация непосредственно в поперечном отростке к сожалению метастатическое поражение. И вот еще типичная картина метастатическое поражение тела и дуги позвонка. Очень четкая локализация выявленных очагов гиперфиксации возможно с помощью ФЭКТ-КТ. Также возможно и характеристика выявленных очагов при остеосантиграфии. В данном случае вы видите что очаг в поясничном отделе подозрение на метастаз выполняем эффект КТ и видим что это спондилодисцит. И к сожалению обратная ситуация когда подтвердилось что это метастатическое поражение. Таким образом эффект КТ обладает более высокой информативностью чем обычная сантиграфия и КТ. Как бы остеосантиграфия это высокая чувствительность а из компьютерной томографии высокая специфичность. Теперь что касается магнитно-резонанс томографии диффузионно взвешенных диффузионно взвешенными изображениями. Значит преимущество это тоже все тело очень высокая чувствительность возможности единовременной диагностики метастазов в других органах отсутствие лучевой нагрузки. Недостатком следует отнести невысокую специфичность сложность интерпретации ограниченную доступность. Но какие ограничения при проведении вообще в целом? Конечно это клаустрофобия кардиостимуляторы искусственные клапаны сердца. Видите ну сейчас появились конечно амагнитные материалы и в принципе такие исследования можно выполнять у этих больных если вы уверены что у них клапан сердца допустим выполнен из этого материала изомагнитного. Как выглядят метастатические очаги при магнитно-сизнационной томографии? Значит на Т1 и Т2 взвешенных изображениях видите совершенно разная картина. На Т1 взвешенных изображениях это гипоинтенсивный сигнал всегда какой бы метастаз ни был на Т2 взвешенных изображениях и инверсиях становления могут быть совершенно разный сигнал. Вот литический очаг вот так выглядит. Теперь несколько слов о диффузии. Диффузия позволяет оценить движение молекул воды в том числе и количественно с помощью измеряемого коэффициента диффузии. Таким образом мы можем оценить клеточность и целостность тканей. Вот как в данном случае высокая клеточность много барьеров для движения молекул воды поэтому имеется рестрикция диффузии. И здесь вы видите что мало клеток часть мембран разрушена возможно под влиянием химии терапии и больше пространства для движения соответственно другой сигнал. Вот так выглядит метастаз на диффузионных свежих изображениях с высоким фактором В и на картах измеряемых коэффициент диффузии. Вот он высокая клеточность. Для чего она применяется диффузия? Для конечно детекции метастатических очагов для оценки эффективности химиотерапии. Если сравнивать МРТ все тело с ПЭТ-КТ смещенной глюкозой то видите что специфичность МРТ ниже чем у ПЭТ-КТ но высокая чувствительность. Ну и конечно несколько слов об артефактах на магнитно-изнастных томографах с высокой напряженностью магнитного поля три Тесла их больше чем полтора но видите что не только движется молекула воды но движется сам пациент есть дыхание и так далее. Теперь что касается ПЭТ-КТ буквально несколько слов преимущество это режим все тело это высокая чувствительность при литических очагах но к сожалению невысокая чувствительность при склеротических и при склеротических очагах высокая стоимость исследования конечно недостаток надо сказать что ПЭТ-КТ в принципе в 6 раз дороже чем обычная остеоснотиграфия где-то порядка в 3 раза дороже чем МРТ вот такой порядок приблизительно здесь вы видите пациентка с корсеном молочной железы очаги патологической гиперфиксации метастаза в скелете грудине тоже надо помнить что возможны ложноположительные заключения как в данном случае когда трикостный ганглий имитировал метастатическое поражение при ПЭТ-КТ с глюкозой теперь что касается оценки эффективности химиотерапии ну здесь надо сказать что метастатические очаги в костях не являются измеряемым по критериям рецист наиболее информативным является МРТ с диффузией и ПЭТ-КТ с мещеной глюкозой вот здесь основные работы если кому-то интересно я могу их предоставить значит но вместе с тем если есть изолировано поражение скелета существуют критерии М.Д. Андерсон центра которые нам позволяют сказать что у нас полный ответ на лечение частичной стабилизации или прогрессирования но здесь обратите внимание полный ответ полное исчезновение очагов или склерозирование по данным КТ и частичный ответ это и уменьшение количества и уменьшение размеров появления склеротического ботка со стабилизацией все понятно а вот что с прогрессированием здесь я бы хотел отдельно отметить что появление очагов не всегда является признаком прогрессирования заболеваний почему тут нужно учитывать сроки появления очагов гиперфиксации или даже появление очагов остеопластических на КТ например устьеосиндиграфия видите что если очаги появились через 3-6 месяцев от начала лечения то это частичный регресс если через 6 месяцев то это прогрессирование опухолевого заболевания почему так ну вот пациентка с корсуновой молочной железы наше наблюдение видите что метастазы в позвонках в ребре в костях таза она получала лечение через 3 месяца усиления гиперфиксации появления новых очагов с антиграфической картины прогрессирования но на самом деле это частичный регресс почему потому что если мы посмотрим на компьютерные томограммы у этой пациентки видите что очаг литический то был просто не был виден на синтеграфии и после лечения он эклерозировался то есть это частичный регресс ну и вот еще один случай успешного лечения видите литический очаг стал склеротическим тещу опорная конструкция установлена кому теперь назначаем ну вот при рекомендации НТСН если у пациентки есть стадии первая вторая и вторая а вторая б наличие симптомов имеется ввиду локальная боль в том ли анонотеле скелета плюс увеличение щелочной фосфатации крови то этим пациентам можно назначить очистикографию или пациклюкозой ну а стадия 3 а уже всем рекомендовано но здесь благодарности за создание презентации спасибо спасибо пожалуйста у кого возник вопрос можно сразу спрашивать Павлович ну вот я начну вот пациенты с метастазами в кости в скелет вы уже показали как правило это опухоль и рецепт провозитивный то есть они получают гормонотерапию в том числе ингибитор ароматаза и в некоторых центрах допустим в Австрии одновременно назначают допустим томоксифен значит супрессию вариальной функции и ингибиторы значит и плюс бисфосфонат да вот приписывая бисфосфонатом роль не только как бы профилактика там остеопороза но и лечебную роль значит лечение вот этих костных метастазов вот мы часто думаем не часто но тоже назначаем такое лечение но вот как это вот оценивается вот с помощью вот этих методов изображения можно да действительно назначение лечения у пациентов с метастатическим раком с поражением скелета лечение гормонотерапии или химиотерапии плюс бисфосфонаты приводит к тому что те очаги элитические которые мы видели они склерозируются в большем проценте случаев и вот то как раз о чем я говорил когда феномена вспышки когда мы видим очаги патологической гипификсации на сантиграммах или даже появление новых остеопластических очагов при компьютерной томографии и казалось бы что это прогрессирование и пациент получает бисфосфонаты в частности препараты чаще всего залидронного кислоты то это как раз мы расценим как частичный регресс да у этих пациентов это особенно выражено спасибо так да пожалуйста глубоко уважаем Павел Иванович спасибо большое за яркий предметный такой очень сильный доклад у меня такой вопрос вот стандарт ну такая достаточно типичная ситуация больной раком молочной железы выполняется остеосцентографии и выявляются множественные накопления радиофарм препарата мы выполняем ей рентгенографическое обследование и очагов мы не видим далее больная обследуется все-таки болевой синдром присутствует выполняется МРТ поясничного отдела позвоночника и видим множественное поражение у меня вопрос следующий в каком проценте случаев поражения костной ткани или до какого процента случаев поражения костной ткани мы рентгенологически метастазы не будем видеть спасибо спасибо за вопрос действительно очень хороший вопрос дело в том что как я уже говорил рентгенография и компьютерная томография характеризуются низкой чувствительностью и пока не будет разрушена по одним данным 30 процентов костного костных балок в одном сантиметре кубическом по другим данным 40 и 50 процентов мы эти изменения при компьютерной томографии даже не увидим вот то есть поскольку магнитно-резонансная томография видит изменения в костном мозге то конечно она видит раньше и это метод более обладает более высокой чувствительностью вот но с другой стороны еще раз повторюсь что высокая чувствительность магнитно-резонансная томография приводит все-таки к поднижению специфичности это своего рода как очели то есть больных без метастазов они загоняют как пациента с метастазами у меня еще маленький комментарий буквально если я правильно вас поняла вы представляли клинический случай когда больная с множеством метастазов в кости получает лечение клинический мы видим значимый регресс выполняем остеостентографию и видим там прогрессирование означает ли это что у больных действительно большинство очагов литические на первом снимке мы их не видим потому что по сути эта дырка в костной ткани не пролиферирующая костная ткань не обогащена сосудами на нее не будут садиться изотопы а когда происходит лечение происходит репарация костной ткани соответственно на пролиферирующую костную хорошо краснообжающую костную ткань изотоп ну я утрирую метки садятся и мы видим яркое свечение накопления радиофарм препарата вот я правильно вас поняла да вы поняли абсолютно правильно так называемый феномен вспышки дело в том что мечные фосфаты технецем которые используются при остеосинтиграфии при аффект КТ они отражают остеоболастический процесс то есть это не прямой метод визуализации это визуализация реакции костной ткани на разрушение под влиянием скажем так опухолевых клеток да поэтому вот и такие феномены возможны здесь самое главное учитывать еще раз повторю сроки дело в том что если до 6 месяцев то это чаще всего феномен вспышки здесь нам очень важно не попасть в ошибку и не написать человеку прогрессирование хотя на самом деле идет как вы правильно заметили склерозирование чумов то есть частичный регресс спасибо огромное за очень интересный доклад и у меня такой вопрос вот у больных раком предстательной железы мы в нашей по крайней мере практике повседневной мы отказались от МРТ из-за его из-за крайне низкой специфичности этого метода и с другой стороны несмотря на высокую чувствительность социоцинтеграфии конечно практически всем больным назначаем гибридные методы исследования есть такая возможность АФКТ исследования у больных раком молочной железы можете ли вы сказать что все-таки гибридные методы исследования АФКТ исследования они на сегодняшний день должны рассматриваться в качестве стандарта или пока что может быть время для этого не пришло спасибо Синьи Николаевич за вопрос ну здесь я должен сказать что конечно гибридный метод исследования АФКТ смеченными технициумфосфатами он лучше чем сентеграфия и лучше чем компьютерная томография но сказать что он лучше при раке молочной железы чем ПЭТКТ с глюкозой или МРТ всего тела с диффузией я не могу по той простой причине что работ которые сравнивают эти методы практически единицы и количество наблюдений там не позволяет сделать серьезные выводы это первое что касается ракопредстательной железы о котором вы говорили то там совершенно другая так сказать другой каскад метастатический там в основном остеобластические метастазы и там как раз наш препарат смещенный фосфат он является как раз отражением непосредственно опухолевой активности поэтому при раке предстательной железушку коли мы говорили то это золотой стандарт при раке молочной железы в большинстве случаев это мое глубокое убеждение достаточно аффект КТ смещенными фосфатами но в то же время в то же время конечно нужно продолжать работу и сравнивать с другими методами в том числе с МРТ и с ПЭТКТ смещенной глюкозой хотя это очень дорого и не всегда оправданно прямо скажем спасибо спасибо большое Иван Иванович Субтитры сделал DimaTorzok